здравствуйте на сегодня речь пойдет о запенивание то есть работа с пеной вот значит приобретали вы значит пистолеты вот такого плана хороший пистолет все но можно сказать что одноразовый вот один пистолет значит два пистолета значит и используясь согласно как говорится по инструкции значит значит работали с пеной на потом значит промывали промывали но к сожалению после этого начинает пропускать засыхает много работы приходится чтобы его значит снова разобрать почистить но привести в более-менее в рабочем состоянии но все равно после этого значит после этой работы после этой работы значит будет пропускать будет пропускать значит значит решили сделать маленькое такое приспособление значит сделать еще сделал но не пользовался то есть сейчас вместе с вами попробуем и попользоваться им значит что взяли взяли значит пистолета крепления вот я скрутил вот оно крепление идет крепление значит в магазине приобрел значит вот переходничок вот такой переходничок на полдюймовую муфту вот он переходничок он маленький на полдюймовую муфу но проблема возникла с тем что вот здесь если посмотреть есть получается мелкая резьба мелкая резьба и соответственно нас на здесь не 0 не совпадает идет несовпадение каким образом вышли из положения значит взяли значит плашку m14 значит соответственно плашкой нарезали резьбу на этом креплении и метчик тоже 14 значит в этом переходники тоже нарезали резьбу соединили но на мой взгляд получилось достаточно неплохо здесь поставили значит муфту полдюймовую или полдюймовый кран угловой и одели значит кусочек шланга вместо если допустим нет углового крана можно значит использовать любой шаровый кран я-то вот понимаю что шаровый кран есть можно переходничок здесь угловочек сделки будет должно работать то есть я еще не пробовал посмотрим но уже когда вот это изобретение но может это не изобретение ну короче вот такую конструкцию собрал значит с ребятами поговорил у них тоже такая же беда вот такая же беда если если работать даже раз в неделю если допустим работу то он еще будет работать раз в неделю или же мне такую посоветовали я сам не пробовал но сказали что вот поработал значит промывочной жидкостью промыл и вот этот патрон с промывочной жидкости не снимать оставлять его в пистолете тогда результат может может быть будет а в этой конструкции в этой конструкции чего очень просто здесь ну в принципе ломаться нечему если допустим вот она здесь будем говорить что пена значит встала засохла но убрали взяли проволочкой почистили здесь вот раз два все и после этого я думаю будет работать но сейчас попробуем посмотрим посмотрим что получится может и не получится но здесь вот с прошлого раза пена осталась пена осталась с мы сейчас ее с ними в патроне еще в патроне еще пена есть но уже засохла сейчас мы ее чем-то почистим вот таким образом вот уберем еще уберем использовал я промывочную жидкости для твердой пены все хорошо но очень дорого получается дорого очень а тем более значит при нашей работе мы пользуемся бена не каждый день вот работаешь работаешь раз в два месяца он здесь очень что-то сильно раз два месяца используешь и все посмотрим сейчас должно пойти можно и пенгой так можно чуть-чуть и это брызнуть сюда чуть-чуть нажать так ну что пошло ну посмотрим пойдет не пойдет это уже другой вопрос это мы в пистолет оставляли и длительное время у нас засох здесь думаю проблем не будет накрутить вот она накручивается вот так все накрутили пойдем сразу уже испытаем на месте попытаемся испытывать о видите очень хорошо даже пожалуйста вот даже многовато много много наверно будет но можно немножко хорошо очень хорошо будет запинивать если допустим окна вставляем двери вставляю здесь получился рабочий организм видите очень удобно и не надо приобретать дорогих пистолет видеть вот все и если на что посмотреть как он после когда постоит недельку два месяц полтора как он будет работать работать будет хорошо ну вот видите такое маленькое приспособление ночью можно маленькой итоги подвести нас здесь лестницу подводить оставлять вот видите что единственно что есть в трубке что остается вот она выходит но это не так много и так много с этим бороться можно можно бороться можно здесь какую пробку еще придумать начну что подводим итоги подводим итоги видите если нету пистолета под рукой можно использовать такое простое приспособление получается шаровый кран и переходичок значит пистолета все значит у кого нету под рукой пистолета и нет возможности его приобрести кстати часто покупать их каждый день не надо вот такое приспособление пожалуйста пользуйтесь и работайте на доме в гараже на даче до свидания до новых встреч процент Principle uste Продолжение следует...